а здрасте всем друзья привет уленьки у нас золотой колос продолжается и в общем то что произошло с момента последней серии а знаете а толком ничего я выполнил пару контрактов и еще в свободное время я тут немножко замутил сетку автодрайва с парковками и в общем то пару штук вот так вот запарковал сюда теперь у нас вот это вот все сделано с парковочками и отправляем работать и она возвращается обратно и все прекрасно работает правда на самом деле если мы посмотрим вот на эту сеть то тут творится к это вообще вакханалия я не знаю как тут не запутаться но в общем то в этих гаражах теперь у нас будет храниться техника и это прекрасно у нас уже рейтинг 30 поэтому мы можем через меню ход это вот все делать и закрывать ворота вот так вот прекрасно все работает классненько также друзья у нас с вами висит контракт на лук и этот самый лук только что созрел буквально 3-4 минуты назад я сразу же включил запись серии потому что надо его убирать прошлой серии нам кстати пришло сообщение что агрономы предсказывают хреновый урожай вот пообщавшись с разработчиками это обозначает то что урожай который собирался до этого сообщения он типа был хреновый точнее все что сеялось до этого сообщения было хреновым соответственно мы собирали урожай видимо лук который первый раз мы собирали он и был хреновым поэтому нам не хватило на выполнение контракта вот такая вот грустная новость так что если я все правильно понимаю то сейчас мы соберем дохренище лука и в общем то погнали наверное начнем с этой самой уборки у нас тут есть классный такой вот комбайн который мы взяли в аренду и кстати сегодня мы его сдавать не будем потому что я вам потом покажу что погнали поставим его на поле работать сегодня этим будут заниматься валерончики потому что у нас есть еще дела классные дела делишки начнем с уборки маленького поля наверно потому что она уберется быстро к я не знаю откуда его тут начать убирать то начнет вот отсюда будет значит вот так вот и судя потому что я вижу в инспекторе то лук начинает собираться о его тут вообще дохренище будет смотрите он проехал и уже пять процентов набил бункер по кого тут понятно короче был хреновый урожай сейчас у нас будет очень много лука прикольно на самом деле знаете я уже не буду вам рассказать как эта механика работает но то что иногда такое случается это классно это интересно по крайней мере самое главное это нельзя отследить простыми методами то есть мы потом видим постфактум что что-то случилось что-то пошло не по плану я еще не знаю почему у меня man стоит вот здесь посреди дороги а мы его тогда отправляем работать и давайте заодно будем отслеживать как у нас по контракту это все дело проходит повесим вот сюда вот табличку с луком пускай висит да кстати пока вот время шло нам пришел еще один контракт на морковь я в общем-то решил его взять поэтому надо будет на уборку только лишь жатку поменять комбайн мы получается тогда не будем сдавать из аренды пускай еще у нас остается и снабжение пшеницы у нас на самом деле уже восемь дней прошло еще два дня и мы выполним этот контракт так что все будет классно а пока вот эти ребята трудятся мы наверное пойдем посмотрим еще одну классную штуку пару серий назад друзья мы занимались стройкой автомойки и для этих целей мы купили вот этот замечательный контейнер который можно перевозить всякие стройматериалы и я продажи предлагаю вам продолжить стройки частности строительной фирме есть замечательная такая штука как стела золотой колос вот она легкая постройка требует всего лишь 20 тысяч денег 0 рейтинга и для своей постройки требует всего лишь 10000 литров стройматериалов поэтому я друзья предлагаю этим сейчас заняться у нас вот в этом вот ангаре спрятан урал тягач вот он прекрасный да кстати по поводу теплиц прошло много дней но я только сегодня второй урожай запустил 8 часов утра 2 теплицы томатов 2 огурцов 2 баклажанов и одну теплицу клубники я друзья думаю что мы соберем три урожая когда вот таких вот они все одинаковые будут по факту и мы наверное если не будет контрактов никаких вот на все это дело мы это все дело по продаем просто так как-нибудь этим займемся но не суть важно сейчас наша задача вот этого урала с помощью него поехать взять стройматериалов заехать строительную фирму и соответственно начать стройку правда стройка начнется в 9 утра следующего дня и я вот не знаю можно ли оставлять рецепт с контейнером около стела охраняется ли там зона или нет потому что его ж могут испереть то за сутки и это будет не круто в общем-то погнали на ж.д. станцию ох ребята вы просто не представляете как тяжело этому уралу было ехать с этим контейнером это кошмар он вообще не предназначен для этого очень слабый тягач маны рулят в общем то нам надо купить 10000 стройматериалов 10000 литров и мы их покупаем за 3000 денег и еще мы сразу же идем тогда в строительную фирму а в этой самой строительной фирме мы заказываем стройку оплачиваем 20000 развернутой стройплощадкой все как мы знаем все как мы любим в общем то ничего нового и возвращаемся соответственно к нашему уралу поехали заедем к этой стеле посмотрим чё там развернулась если там можно оставить этот прицеп будет то и вот соответственно там оставим если будет вероятность того что его оттуда сопру то соответственно отгоним его на базу перегоню его туда тогда уже утром а вот она стройплощадка поставили здесь биотуалетик и знаете если мы здесь оставим контейнер то его отсюда могут спереть потому что эта зона никак не охраняется это не очень хорошо оставили здесь вот уже леса короче да сделают из этой стелы чуть поновее особо ничего красивого здесь конечно не появится просто отреставрируется и будет красиво выглядеть значится вот эту вот штуку мы друзья убираем отсюда и я ее привезу сюда утром перед тем как начнется стройка смотрите он реально он еле едет он вообще разгоняться не хочет это как вообще а тем временем кстати уже первый прицеп по контракту отвезли прицеп лука там 50 с копейками кубов было довольно быстро это все дело собралось а если мы посмотрим вот отсюда на поле то мы увидим что это пол поля маленького малюсенького поля то есть здесь на самом деле будет довольно таки много этого самого лука это что прошлый раз я говорил что урожайность лука ни о чем это все дело событие было да ничего с этим не поделаешь давайте-ка урала обратно поставим в наш гаражик наш классный гараж вот стой здесь отдыхай а гараж мы закроем чтобы на него не переключаться погнали еще на поле посмотрим тогда чё у нас тут и как вот реально он убрал примерно пол поля но приблизительно и это уже 50 даже 70 кубов даже 80 мы 80 кубов вот с этого вот гигантского поля собрали прошлый раз то есть урожай действительно был плохой как и сказали агрономы только вот они поздно сказали об этом ничего сейчас не поделаешь ладно в общем то пускай не убирают у нас эти есть еще одна задача это привести семян привести семян моркови потому что у меня ее нет у меня их нету для этого мы как обычно воспользуемся нашим классным уралом которые возят эти самые семена отправляем его задовый центр семена в общем-то он приедет на его загрузим он разгрузится он в общем-то умеет работать все у него получится сейчас кстати еще хороший вопрос куда нам девать оставшийся лук потому что на складе у нас места нету можно отвести его будет на консервный завод там не самая конечно большая цена но там большая вместимость хотя хрен его знает сколько лука еще будет с большого поля или же или же или же посмотреть что у нас картофелем картофеля можно отвести намного больше и освободить склад картошки которые у нас есть хотя с другой стороны этого делать тоже особо не хочется да друзья надо будет строить склад овощей вот этот есть такая возможность кстати давайте-ка глянем что для этого надо овощной склад рейтинга 30 это у нас есть гравий песок бетон брус стройматериалы все в принципе не проблемы с исключением бруса его конечно можно натереть как и в прошлый раз но проблема в том что в нашем урале 12 кубов вместимости здесь требуется 15 с другой же стороны в любом случае я собирался покупать еще урал с прицепчиком вот с таким вот на 24 куба потому что мне кажется с помощью него намного лучше будет возить на продажу всякие товары степличек так что эта штука нам точно понадобится рано или поздно стоит он 35 тысяч плюс по моему 45 стоит сам урал тягач до 44 так что это не проблема а денег мы вроде как получим сейчас какое-то количество это поле увы кстати нуждается во вспашки но это тоже не проблема нас есть классный фиате кстати можно его уже даже зарядить в работу почему бы и нет на поле 18 мы его отправляем и генерируем его маршрутчик по курсплею маршрут тик да в принципе из этой точки пускай он ездит я надеюсь что те кто сейчас работают там и будут ему сильно мешать у него не очень много топлива мы видим но этого топлива точно хватит на то чтобы закультивировать это поле вспахать а после того как он это сделает он без проблем сможет съездить заправиться и поедет станет на парковку хотя с другой стороны когда он это сделает уже пора будет и вот это вот поле убирать знаете о чем я думаю кстати надо посмотреть сколько с этого поля с 18 будет морковки если у нас все будет по фэн-шую скажем так может быть нам хватит чисто это поле засадить морковкой но если верить моей таблице то 116 кубов будет это маловато лука кстати 140 обещает при нормальных условиях скажем так так что будем большое поле сеять а здесь не знаю что может быть опять травку и на узнает посмотрим неважно так сюда кстати тем временем приехал фиатик сейчас он поедет здесь все это культивировать пахать я думаю они не столкнутся потому что эти ребята работают даже трохи побыстрее наверно не знаю а тем временем кстати сюда уже приехал наш урал соответственно мы сейчас загрузим в него 12 кубов семян моркови где они третьего сорта скоро сможем уже второго сорта брать но пока что третьего в общем то загружаем и он поехал это все дело разгрузит станет на место замечательно а мы тогда опять возвращаемся на наше поле здесь у нас все это дело нормально происходит я думаю что проблем никаких не будет автодрайв прекрасно разгружает вот эти вот свеклоуборочные все штуки когда в общем то контракт будет выполнен друзья мы с вами встретимся они пока пускай убирают и здесь развлекаются потому что здесь еще убирать и убирать лука будет много во смотреть как он четенько подъехал все прекрасно автодрайв сила уж play идет на хер в этом плане короче да встретимся как-нибудь знаете что друзья короче с восемнадцатого поля мы почти выполнили контракт не хватило буквально полтора куба этого самого лука но вот этот вот комбайн уже с нашего большого поля проехался два раза вокруг вот сейчас он второй раз или третий раз вокруг проезжает наверно 3 он уже набил наш man полностью и вот он кстати выполнен доехал набил полностью прицеп он съездил продал и соответственно контракт у нас выполнен соответственно у нас еще плюс один рейтинга это прекрасно но оставшийся лук придется друзья куда-то ехать продавать надо посмотреть куда именно лук можно конечно на же до склад нас нельзя в общем-то да консервный завод это будет самое правильное решение так что мы перемещаемся ух ты же так что мы перемещаемся в наш man и соответственно отправляем его на консервный завод овощи пускай он ездит разгружается туда не знаете друзья что я решил тут у нас кстати во всю идет работа и еще я вызвал самолет и полил это поле когда мы его засеем я полю его еще раз но я хотел сказать не об этом у нас есть контракт на морковь и соответственно эту самую морковь я хочу засеять именно сюда за два урожая с этого поля мы выполним контракт на морковь сеть его сеть эту самую морковь на большое поле вот на эту меня желание нет никакого потому что это реально вот три проходки он сделает контракт выполнит этого хватит остальное куда девать продавать меня желание особого нет поэтому друзья мы засеем сюда что-нибудь с того чего у нас мало а на данный момент мы собираем пшеницу ячмень рожь и кукурузу сейчас мы на складе посмотрим чего у нас меньше всего а меньше всего у нас кукурузы и соответственно мы сюда засеем кукурузу и кстати новую сейлку нам тогда для нее брать тоже не надо поскольку наша вот эта сажалка она как раз и сеть кукурузу который мы купили в прошлый раз единственно посмотреть что у нас по семенам кукурузы семена и кукуруза у нас есть третьего сорта очень дохрена семян поэтому даже за ними ехать не это прекрасно я только не понимаю почему у нас их так много ну ладно не суть важно в общем то знаете что вот это вот все дело я засею морковью большое поле я засею или засажу наверно сажалкой засажу таким посажу сюда кукурузку и в общем то тут уборка у нас продолжается это сколько-то времени будет продолжаться и друзья в следующий раз мы уже встретимся когда у нас скорее всего будет отреставрирована стала и будет вторая уборка урожая вот с этого поля чтобы выполнить контракт ну а что будет на большом поле хрен его знает в общем то потом разберемся я уже не собираюсь так сильно упарываться в работу на чужих полях только если потребуется что-то купить потому что у некоторых мы не подняли лояльность до сих пор самое интересное я выполнил 400 с лишним контрактов а если быть точным 441 но так получалось что у некоторых мало полей во владениях и на их полях как-то контракта и не выполнялись поэтому поэтому вот на этом друзья у меня все не забывайте что есть большая необходимость поставить лайкусик под этим видосиком нас видимо будет много денег в следующий раз и мы что-нибудь классное купим пишите комментарии что вы считаете вообще нужно нам покупать опаньки смотрите-ка водитель на дт двигается к зс прикольно то есть он пахал у него кончился топляк и он поехал заправляться потом вернется и вот это прикольно вот это вот этой фичи я не знал ну ладно вы с комбайнами это так не сработать потому что с 12 метровой жаткой например которая не складывается ему будет тяжело ехать так вот комментарии короче да если вы не подписаны то подписывайтесь и вообще все прекрасно знаете и хотите смотреть серии заранее то можете оформить дешевенькую спонсорку и конечно же всем спонсором огромнейшее спасибо за поддержку нас там кстати сейчас проходит довольно таки странная но прикольная карьера на свапе чисто на спонсорских стримах тем огромнейшее спасибо за просмотр им был никита дела и всем покаки